ну роли вас новым годом не еврейским новым годом новым году с милианской грегорианским новым годом надеюсь что он будет таким как мы надеемся что он будет окей мы с вами уже быть трудно это не говори ох не говори не сказать как говорят нашей сугубо еврейской традиции не открывай уста сатан сатане альтер не сказал что невозможно мне кажется что уж насчет этого то всегда можно что было хуже всегда нет проблем с этим значит мы в прошлый раз вами читали этот вот восемьдесят шестой псалом который у меня на экране и мы его дочитали помда восьмого или девятого стиха и в общем я хочу сказать что ну в общем мы уже читаем вот посмотрите на картинку я выделил тут использование термина для имени всевышний значит есть четыре буквы на имя которые использованы здесь четыре раза и его как бы официальная замена в современной религии 1 то есть мои господа господь использованы как видите раз два три четыре пять шесть семь раз вот ну и в принципе есть еще слова и логим которая убирает на в этом псалме не используется как имя используется как первым два или три раза один раз здесь один раз здесь и один раз здесь где можно это понятие так вот ну как бы я не могу сказать что я сделал далеко идущие выводы вы заметили что я может быть с излишней серьезностью отношусь к этой теме и пытаюсь каким-то образом раз ответить на вопрос на которой отвечено ну более-менее отвечено в библейской критики относительно пяти книжек да то есть там есть определенная теория которая легко подтверждается и которая хорошо объясняет все и так далее здесь я такой теории не знаю и мне пока самому построить не удается тем более что как вы видите два разных имени используются параллельно и мы это видели во многих псалмах то есть мы видели пока что до сих пор псалмы в которых слова на не используется спокойно используется четырёхбуквенное имя вы видели также псалмы где слово и лугим используется вместо четырёхбуквенного имени но иначе почти во всех этих случаях где-нибудь псалме однако же промелькивает здесь целых четыре раза обычно один или два раза также четырёхбуквенное из чего это как бы она опровергает положение что люди считали невозможным для себя приносить четырёхбуквенное имя поэтому они его заменяли другим так уж серьезно к этому бы относились они не оставили его нигде то есть тут сложнее чем чем книги берешит непонятно как это объяснить но вот такая история думаю что какой-нибудь очень устойчивый человек посчитал бы буквы посчитал бы строчки и попытался сумел бы может какой-нибудь из этого сделать теория пока этого не сделал я попытался ничего такого явно наглядывали вижу да вот например здесь слова данной и здесь слова данной и здесь слова данной встречается как вторые или третьи слова в основе вторые да ну значит здесь ки а то два коротких слова вот на других случаях он однако же встречается и посередине строчки а четырёхбуквенное имя оно встречается здесь как четвёртое слово дважды как второе слово и один раз как никаких особенных числовых вещей я не заметил хотя может они есть вот то есть есть какая-то вот логика сокрытая и для меня по крайней мере я не читал пока что для кого бы она открылась почему на протяжении всей книги псалмов мы видим разное отношение к использованию имени но вместе с тем она как будто слегка такое перемешано все случаи когда никто не озаботился тем чтобы чтобы вставлять замены а есть случаи когда озаботились но при этом озаботиться не окончать как будто там сидел какой-то консилиум где какие-то были сторонники замены и какие-то сторонники сохранения и они переходили каком-то общему ну как какую-то компромисс что я не знаю в общем тут вот такая интересная вещь а вот может быть и нет может быть как бы для нас сохранился в тех случаях когда они перемешаны один вариант традиции когда это было приемлемо и то и другое в случае когда 4 буквы на ими полностью уничтожено вы вынуты из стихов она какой другой другая традиция или другое время традиции сказать кроме того разумеется встречаются достаточно редко солны которые наверняка пришли из еще более древних пластов где первоначальным именем могло быть имя балла например и тогда может быть его неприлично заменять именем четырехбуквенными его заменяли на слово ну вот это покажет другой стороны в общем этот псалом мы с вами прочли его начало он такой он псалом стандартный псалом личные молитвы человека связанные с тем что его притесняют или возможно что он болеет это не всегда легко отделить в одном данном случае скорее видим притеснение но может быть и болезнь тоже видите преклони ухо давайте-ка и зону так это преклони господи ухо твоей услышь меня ибо я беден и ничь мы говорили о том что это беден и ничь это ну а нивы и вьон попытка тоже русском языке найти два синонима для для бедности они может быть скромен иногда это понимается как скромен и вьон это как низко низко рожденный скорее то есть это возможно речь идет дня дня не обязательно о материальной бедности шмаранов шить сохрани мою душу ибо я благоговея перед тобой спасибо нарабатываю уповающего на тебя ты сохрани душу спаси ну может означать то что в боли мы знаем что довольно многие псалмы писались создавались и использовались как аффирмативная медицина помилуй меня господи и бог себе взываю каждый день возвесели душу раба твоего ибо к тебе возношу душу мою значит здесь вот я посмотрел нет ли у кого-нибудь понимание того что к тебе несу душу твою означает но намеком загробную жизнь но по крайней мере в иврейских комментаторов я ничего такого не нашел хотя все они писали уже во времена когда загробная жизнь не было полностью принято как аксиома но здесь они все опираясь на параллельные места в писании говорят нам о молитве что он несет я познашу к тема в молитве свою душу и поэтому ты обрадуй мою душу да то есть есть душа она упоминается дважды ибо ты господи благ и милосерд и многомилости ко всем призывающим тебя да кстати я слишком очевидно поэтому я не очень об этом сказал что зачем я создала за табличку потому что переводе разумеется во всех переводах в английском и в русском эти имена между собой не различаются английском пишет лорд в русском языке пишет господи и разумеется это всегда вы господи хотя некоторые из этих случаев это наборки а ты явно познаха ты ну по крайней мере стилистически пропадает может быть там есть и какие-то идеологические вещи связанные с использованием разных имен смысловые вещи но здесь в переводах это вообще закопа отсутствует на чисто сожалению вот значит возвели душу возвесили душу твоего раба и ибо к тебе как господи выношу душу мою ибо ты господи благ и милосердь и многомилостях ко всем призывающим тебя ликоль корр эхо всем взывающим к тебе ты здесь дается богу определение того каков он есть как мы знаем опять же видели псалмах не раз псалом часто является инструментом для внушения богу того функции которую он должен выполнять и в этих случаях используются формулы определяющие деятельность бога сущность бога в этом смысле мы можем к самым псалмам обращаться как к наилучшим или одним из наилучших описаний состояние религии да то есть вот того как верующий воспринимает функцию бога и его личность в жизни народа в жизни в жизни молящегося да значит что такое бог бог это тот кто благ и милосердь имел и многомилостив ко всем призывающим то есть иначе говоря он можно так сказать не обязательно милосерден ко всем не призывающим его там каким-нибудь гоем или каким-нибудь евреям которые неправильно вообще его призывать или не призывает вообще то есть у него функция быть откликающимся на молитву разумеется если у нас имеется такого рода утверждения о боге это может означать что параллельно существовал другой в принципе люди не отстаивают тост тех утверждений с которыми никто не спорить обычный или искать или скажем так он не утверждает в общем сам не сомневается может довольно таки мои данные нуждается некоторых сомнений в нем но тем не менее мне кажется что каналов почти всегда есть если не хочу сейчас удаляться в примеры но в общем то вещи которые мы там на каждом шагу повторяем это те самые вещи в которых мы где-то глубоко в душе не абсолютно согласны но у нас просто нет ничего взамен вещь само собой разумеющиеся они как правило вообще не попадают и философию и теософию не в теологию они в общем как бы всем и так понятны и нечем говорить то есть иначе говоря вопрос о том например данном случае у нас имеется хороший пример потому что является ли бог вот таким какой здесь описан в опыте людей которые это говорят в общем наверное нет я думаю что немало было среди псалмопевцев использующих их политическую продукцию людей которые молились молились потом умер но человек обращает внимание на то же на тот случай когда он помолился и выздорове он берет это а не то другой стороны в это время когда этот салон там писался не очень могу его датировать уже существовала философия греческая и разумеется что вала не дошедшая до нас иная всяческая философия скажем междуречная всякое тогда персидская греческая философия в шестом веке уже подняла этот вопрос о том нужны ли богу там молитвы и нужны ли богу жертвоприношения и в лице своего философа чьи отрывки до нас дошли 6 века философа ксенофана он собственно уже установил основные понятия философского монотеизм число монотеизм это греческое слово прямо оттуда же идет еврейская религия она возникла скорее из предпочтительного отношения к одному богу без отрицания остальных потом постепенно остальные тоже стали отрицаться вот я хочу сказать что это не а ты что проповедовал ксенофан но он утверждал что бог один потому что что такое бог например здесь нам говорится что бог он милосерд многомилости ко всем призывающим а ксенофан говорит нам что бог может быть только один потому что бог это существо совершенно и по как совершенно это она и несравним значит не может быть двух богов потому что они могли бы быть сравнимы друг другу из буквально не сравним но как совершенное существо также не может ни в чем значит он не может нуждаться в хорошем людей или там что при ношениях и молитвах это было вот как бы позиция ксенофана которая вполне могла написан и в пятом и в четвертом в третьем веке она могла доходить вот нам главным образом еще важно то что греческая философия по каким-то причинам дошла но это не означает что скептическая мысль или критическая мысль не существовало в той же самой иудеи или соседних всяких странах великих империя как египет или персия или других стран мы видим что они ну по отрывкам между речной литературы мы видим что скептицин там вполне отцветал даже за задолго до того как еврейская литература вообще начала как-то развиваться значит вот мы видим также большое количество псалмов в которых герой жалуется богу или вообще вслух жалуется на то что есть какие-то которые вот не верят как он то есть иначе говоря до нас дошли в основном тексты которые ну чемодан религии захотел нести дальше а другие возможно тоже написанные даже тексты они разумеется растворились пространстве вот поэтому значит вот мы видим что мне кажется про продуктивным смотреть на тексты которые выделены интонации до внутри стихотворения как некоторое утверждение вопреки тому что мне кажется более интересно чем просто говорить то что и так всем хорошо известно тем более что общем житейский опыт он зачастую опровергает эти вещи мы зачастую верим в те вещи которые не нашли не нашли замены достаточной для того чтобы жизнь в новом объяснении было для нас достаточно во первых объясним а во вторых выносить поэтому вещи которые какой-то момент провозглашаются они успевают зацепиться сознание много веков могут существовать пока не найдется что-нибудь лучше пока она не находится даже если они совершенно не описывают реальность они продолжают там отлично быть вот она считает он утверждает что бог он всемилостив и ко всем призывающим услышь господи молитву мою и вневли глаз умолением здесь конечно мы бы хотели услышать о чем он молится нам это не услышал но мы уже обсуждали этот вопрос что зачастую почти всегда в салме мы не видим конкретные темы по поводу которой молящийся молится может потому что не годился бы для массового использования из каждый знает проби даже была у них такая практика как современный молитв тоже есть что между стихами специальный молитвы ты можешь вставить свои или в конце свои пожелания вот таким образом что-то сам себе текст он является такой как бы матрицы в которую можно потом что-то еще вставлять но он сам конкретное что-то избегает упоминать вот нет между богами как ты господи и нет дел как твои здесь появляется инка моха бы лугим адунай эйн-эйн коми асэха ну разумеется здесь вы это читали прошлый раз это последний стих который мы успели прочесть мне кажется значит кому хакэма асэха есть элемент рифмы есть разумеется как только мы это переводим нет между богами как ты господи нет дел как твои то пропадает значительной степени вот ритма красота когда на случай слова и лугим как раз является тем случаем когда она ничего кроме того что она есть не имеет виду потому что это как раз множественное число слова бог да боги нет подобного тебе среди богов адонай и нету подобных твоим подобных твоим делам здесь конечно вообще как вы видели он до сих пор имеется прекрасное место чтобы вставить описание этих дел как он выводил из египта как он там рассекал море как он побеждал то же самое море если это более древний текст здесь этого всего не да здесь это сказано но как бы все уже знают о чем идет речь или здесь есть возможность что-то вставить но она здесь не старт дальше все народы тобой сотворенные приедут и поклонятся перед тобой о господи и прославит имя твои великой творишь чудеса ты божий един ты ну нечет вот сколько гуи кольгу им ашер аси то все всякие народы которых которых ты сделал я вовы и что хаволи фанаха придут и преклонятся распростерутся перед тобою мой господин вы и кобду лишь меха вы их обеду лишь меха и дадут в почет твоему имени тебя доля то вы о сцене флаут потому что ты велик и делаешь и делающий потому что ты великий и делающий чудеса а то элогим левадеха возле слова элогим уже теряет свое значение как множественное число ты бог единственный и только единственный бог опять же слова элогим она обычно начать бог либо не можем думать что это что это имя хотя интересно что в этом в этой строчке нету имени и до вас в предыдущем есть замененная на слова вот что это означает для нас что все народы придут и поклонятся но эти тексты насчет того что народы придут и поклонятся они скорее всего не очень раннего происхождения надо внимательно почитать писаю посмотреть если это у него потому что во вторых сайт очевидно есть это эпоха возвращение завиловского плена когда они испытали как бы такую публичную жизнь на глазах народов столкнулись там со своими какими-нибудь соперниками в умении защищать свою религию например за 1 30 наверняка были не хуже ну вот то есть вот тут возникает тема о том что народы придут и поклонятся этого появляется в этих самых поздних относительно поздних пророков в ранних пророках амос и оше и по-моему мне кажется также и исайя 1 там этой темы нет тем более совершенно нет разных романах таких как романы пятикнижие и роман о давиде книга шмуэля обе и часть никого там не приходит в голову что туда поклоняться нашему богу у нас с ним интимные отношения и зачем собственно это вмешивался совершенно ну как бы не приходит в голову когда читаешь эти вещи не тору и не и не вот так называемые пророческие псевдоисторические книги да там ничего этого нет вот эта тема которая возникает в позже на все бы довольно таки интересная тема что народы мира должны принять нашу религию принять нашу истину зачем нам это вообще нужно понятно что это в общем-то воплотилась в деятельности в дальнейшем первоначально насильственных насильственных геюров которые совершали эпоху маковейского царства над окружающими народами и в дальнейшем уже евреев не было своего государства чтобы такие вещи делать и этим занялись христиане если народы мира по какой-то причине и не очень торопятся там значит признать нашего бога то мы можем даже и помочь я хочу сказать что это сам в себе эта тема она не совсем ну не совсем чтобы безобидная с точки зрения деятельности людей которые в нее верят ну и вообще-то вот такая тема абсолютные истины которые известны только нам остальные неизвестно она опасно как мы увидели самых разных идеологических форм вот какой-то момент они хотели это вид видно по древним легендам которые сохранились в более поздних даже литературу изложения и как книга берешит и не смотришь мэля и даже книги там книга царей где там фигурирует там какой-нибудь пророк илья и он спасает или лишь и он спасает от проказа какого-нибудь министра арамейского государства нет совершенно никакого разговора о том что это место пойдет я будет обращать свое государство в эту прекрасную религию он только просит разрешение там у пророка взять с собой там аслана вьючинова землю израиля чтобы он мог стоять на земле и молиться совершенно другой подход он просит заранее простить его за то что будет вместе со своим монархом поклоняться какому-то неправильному богу но вместе с тем это вот тема того что другие народы должны поклониться этого даже там также здесь это указание на относительно происхождение или может вставку по крайней мере это этот текст не ранен дальше он говорит горение я здесь появляется четыре буквы на имя наставь меня ягоды на путь твой горение ягоды драхеха дар дар кеха значит покажи мне ягоды твои пути ну вот они тут переводят на путь твой да может быть и путь он за счет не так важно пути ли пути написано в принципе написано твой путь огласовано скорее как твои пути на него ахалых б.м. б.м. т.х. и я пойду по твоей истине яхад левави лир а шмеха видите что здесь есть такая тройная рифма даже яхад левави это объединимое сердце приведено неправильно утвердимое сердце объединимое сердце для страха имени твоего вот тут правильный перевод в английском you know it my heart to fear юный интересно да что для того чтобы бояться имени нужно объединить сердце сердце должно быть объединено возможно он имеет ввиду что чтобы сердце не бежала другие темы там сердце зачем ты желаешь это чем ты думаешь и она как бы вот там сучи скорее всего здесь написано левави ведь и левави есть два варианта слова сердце леди и левави и фактически добавляется просто еще одна буква бэйт что для языка нормально совершенно особенно в глаголах двухбуквенный глагол к нему прибавляется еще одна буква и он становится трехбуквенным стандартами с ним всякое можно делать вот но есть разумеется традиционное объяснение что левав или лев они указывают на то что сердце может быть раздвоенным а морды цель до возможно что он то что имеют умеется умеет сюда давида такое мнение что сердце единое цельное устремленных богу они раздвоенное сомнево пающиеся ну это то что я и говорю достаточно достаточно очевидно такой комментарий меня больше интересует ну действительно какова была позиция самого автора за тысячи лет до не сюда давида нет даже как-то гораздо больше чем ты еще и за полторы тысячи лет скажем так до не сюда давида что он имел ввиду ну похоже что может быть она ты имел почему надо объединить сердце для того чтобы бояться бог для меня это загадка потому что мне кажется что боязнь в том числе боязнь бога если мы имеем ввиду под боязнь именно эмоция страха это как раз страх разделенность если твой сердце обвинено то ты не испытываешь страха потому что там нет трещины которые вы его делили но вероятно имеется ввиду под под страхом божьим не имеется ввиду испытывание физического страха или нравственного страха а имеется ввиду почитание то есть иначе говоря как это не парадоксально может звучать ир от шмо боязнь его страх имени его это не страх а почитание то есть наоборот нечто что в сердце успокаивает мир сам по себе он такой весь все время в разные стороны бежит и восприятие его нас поражает страхом и мы ощущаем такую разводность в себе но как раз вот именно почитание имени божьего на набор тебя фокусирует и объединяет подха адонай элухай бихоль ливави он продолжает он мог во всех случаях использовать слово либи он использует это двойное слово хотя здесь не будет бихоль ливави всем своим сердцем до всеми своими сердцами но опять же слово ливав это сказать всего лишь на все комментарии которые говорили что ливав указывает на раздвоенность сердца алифу ответ на единстве сердца может быть и нет совсем может наоборот ливав понимался как сердце которое объединила два сердца не знаю а это значит я восхвалю тебя господи всем сердце моим и буду славить имя твое вечно в ахабда шимхали улам может быть имеется ввиду не вечно буду славить потому что это обозначало что на герой для этого вечно жить а имеется ввиду шимхали улам твое имя которое навечно да то есть вечно не сам себе герой там псалмов или его читатель прославляет бога а он как раз его прославляет не и долговечно на имя которое он прославляет она вечная давил глорифа и юный фарива мор здесь я бы переводя это слово скрыл из фару на которое будет вечно до шимхали улам в псалмах очень часто пропускаются всякие слова и это бы имела больше может смысл другой вариант понимания это уже то что герой искренно верит что если он будет правильно воспевать бога то он будет жить вечно а правильно воспеваешь живешь конечно красиво но мне как-то больше нравится первый вариант элухим зайдем камуалай здесь он все-таки немножко говорит про себя боже злодеи восстали на меня в адат арицин и община а пропустил я пропустил да 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 какие хозды хага доля лай потому что милость твоя велика надо мной в и целка на вши миш оль тактия то есть мы видим здесь что скорее всего речь идет о благодарственной молитве после выздоровления до велика милость твоя ко мне ты избавил душу мою от ада преисподнюю от преисподней это конечно такой же термин очень христианский здесь написано более точно в английском from the depth of show то есть глубины подземного мира у меня просто переведено от магии ну да но здесь все таки сказано шоу ольга тахтия 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 значит нижние 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 преисподния нижний нижний мир ну то есть тот мир от могилы от могилы в глубине но совсем шоу ольга я не уверен я не уверен могу ли я суде я могу полностью отрицать такую возможность такого перевода но все-таки шоу ол это не кэвер есть кэвер это могила есть еще по вам какое-то там слово для могилы но шоу ол это не магия шоу ол это загробный это вот то что аид который потом превратился в русском языке аид это место где прибывают души но не в наказание за плохое поведение а просто все умирающие отправляются в шоу туши всех умирающих они там шоу непонятно что они там делают они нам это прибывают ну как бы это немножко другая вера вера чем вера в воскрешение после смерти вера в пребывание вознаграждение после смерти однако же ну представление о том что человеческое сознание распыляется и большего совсем нет после смерти у них не был так же как его не было и у греков и так же как его не было увела не а почему я думаю что я знаю почему я могу быть почему его небо потому что ну во первых это трудно вообразить может быть так сказать он так сказать она вообще противоестественным для человека потому что ну как бы умер родственник он приходит к тебе во снах он с тобой разговаривает это раз во вторых имеются всякие старушки вроде той которая перед гибелью шауля вызвала ему дух пророка шмей который их вызывают и они прям таки приходят и иначе говоря достаточно примеров того что в общем то можно даже вступить в контакт с тем миром и потом это очень важный элемент культуры они там каким-то образом там у нас смотрят или как-то нам помогают то есть в общем и существование по другую сторону она я думаю не подвергалась поэтому здесь то что потом появилась в эпоху мудрецов и христианстве в то же самое время и в иудаизме это придание загробному миру особого значения значение вознаграждения и наказа я думаю что такого рода трансформация понятия загробного на связи с глубинным пессимизмом по отношению к этому пока мы на что-то надеемся в этом мире и живем в нем целиком то мы как правило естественно думаем что это есть главное а там но что то что будет то будет мало честно скажем сократ в апологии не в апологии сократа носа тех диалогах которые описывают его предсмертной речи он говорит да и вообще не уверен что там так уж плохо наоборот не будет там гораздо лучше чем здесь потому что то ли смогу поговорить с великими людьми наконец-то ну перечислять этих великих философ которые до него существовали он то есть в общем для интеллектуала там самое ну есть кем пообщаться ну а другие наоборот что там очень скучно страшно и не интересно и тогда все по-разному весьма с массы массы по этому поводу легенды в принципе как бы я думаю что поэтому мы можем спокойно не переводить слова шооль словом могила а переводить его словом преисподняя или словом забрал словом как бы нижний мир дошел вообще сама в себе слова шооли интересное потому что она накореннается словом вопрос шива мир вопроса тоже интересно да мира которым да или в то состояние в котором которое у нас сегодня пока мы еще не попали вызывает разные вопросы да разумеется в иврейской традиции есть такой момент что когда приходишь на тот свет там тебя радости встречает машин и объясняет тебе все непонятные истории места ну то есть не себя любого такого настоящего мудреца и умеет праведника который сидит там и есть левиафана за общим столом праведников они не совсем за общим столом праведников и иначе во главе этого стола находится непосредственно представитель всевышнего который тебе значит все твои вопросы отвечает это получается очень интересная да такая ситуация в принципе ответы есть но они нам не даются в этом но интересно что они называются чего называется шоу то есть не ответник вопрос да не место ответов а место вопроса окей значит вот то есть иначе говоря он тут он сообщает нам что господь его спас но после этого неожиданно поворачивает и сообщает нам что очень все не так хорошо да боже гордые восстали на меня из копища ветерников ищет души моей не представляют они тебе тебя перед собой очень интересно правда одну секундочку я отлучусь вот иначе говоря только что нам сказали что велика милость избавил душу от ада преисподнего после этого нам сразу же говоря другим зайдем камала божий злой злодей вас восстали на меня вода от арицин некоторые тут они говорят моб и говорят скопище но вообще-то вода это некоторые некоторые совет это вроде как совет безопасности например вот и так значит вот видите вода какая-то какой-то совет арицин это ариц это иногда как он переводит тут злодей вообще волшеб мятежников здесь у нас вален нэм но также арицин это богатей бекшу на вши они ищут моей души было самуха линэк дам и не поставили тебя перед собой линэк дам линэк дам это значит напротив да вот вы помните что когда я выделает женщину в райском саду он говорит нас и нас и эзер на силу эзерк инэк ду мы сделаем ему помощника соответственно то есть в общем то они должны были бы по идее ставить его бога над собой они против себя чему против себя почему он так это написано я не знаю мне интересно то есть они как бы не воображают они как бы не воображают бога постоянно находящихся они вани не воображают следящего за ними с небес они его как бы не не в оба не воображают стоящего напротив них и укоряющим в это данной а ты господи или рахом в хамон бог бог милосердный и милостивый раха по им графа стены это тоже вот такая совершенно стандартная формулировка того каким был должен быть рахом в ханон и раха по им графа стены неправильно перевод щедрость напоминается милосердный милосердный и снисходительный долготерпеливый великий любовью и истины здесь преобладают характеристики мягкости и снисхождение и дальше он продолжает не элай дыхание на узха ли а вдыха обратись ко мне помилуй меня и дай твою силу твоему рабу в его шея ливен а матеха и спаси сына своей рабы тоже довольно неожиданно является что он сын рабы допустим не сын раба а мать тут возникает до связь с матерью которая была слугою господа рабыни господа и то есть тут очень много для меня непонятно потому что логика развития эмоции непонятно для меня то есть в общем вроде бы здесь все хорошо было да он избавил душу от ада преисподнего и после этого возможно салон должен был закончить с какими словами что мы всегда в себя верим и распространить свое добро на весь народ вместо этого здесь возникает новый текст сказал и у нас есть такие псалмы которые буквально с этого начинаются божий гордый восстали на меня примерно что текст он начинается иначе но мы видели с вами несколько лет он говорит что он я ничего не понял сейчас я посмотрю как это на иврите хорошо потому что часто хорошо в переводе тоже значит смотри не как кто-то кто а помнит о своей независимости кто признал свое как бы служение богу но у него еще остались воспоминания о своей независимости но как кто-то рожденный быть а в зависимости от бога возрождение знающий что я понял эту идею да то есть это объясняет нам почему он говорит что он сын рабыни но для меня это для меня это не вопрос да у меня не было этого вопрос теперь я может даже на нем подумать да для рашиста конечно очевидная такая тема потому что подчеркивает что все евреи как рожденные от евреев обязаны служить господу и меня удивило то что он использует женский то что вводит мать в эту конструкцию они отца где же это самое раши дает комментарий львена матеха а вот он двигай бен хама маш пилит от смо он говорит но сейчас ты проверишь то же самое ли это то что там написано по-английски сын рабыни унижает себя лифны адунав перед господином своим и перед господами своими я т.р. имя книг с и более чем купленный за деньги шебен хама поскольку рожденный от рабыни я лид байт он домочадец и выгадали бы хей кадра и роз он в нагрузил своего господин похоже на то что тебя перевезено похоже да вот хорошо вот и последняя строчка собственно говоря если вы понимаете да что мои сомнения связаны с тем что эмоция как бы первоначальная была связана с тем что господь его спас что он видимо болел и выздоровел а вот тут вот начинается новый текст боже гордый восстали скопища мятежников ищет души моей не представляют они тебя перед собой но ты господи боже щедрый благосердный долготерпеливый многомилостивый истинный призри на меня и помилуй меня даруй крепость рабу твоему и спаси сына рабы твоей покажи на мне знамение во благо ас и ими от литова в ир у сон эй сон а его я вошу да увидят ненавидящий меняю стыдятся ки а то я визит это пиле 4 буквы время и за рта не а за рта не д не хам тони а за рта не вы них ам тони помог мне и утешил меня да это интересный момент то есть принципе если вы сейчас захотели пойти сюда и сказать что это два разных текста как про как то что это нам дает вот вот это место где на него напали и в нем опять же существует два разных совершенно имени до 4 буквы на имя здесь внизу и его замена на адонай и кстати не исключено что замена здесь в принципе он начинает словами и лугим которая тоже заменяет имя там случае . раз может быть следовало бы понять как замена имени вполне законную да то есть вот эта тема она новая потому что до этого все было хорошо он вас спас от и царь то на вши миши ольтах тахтияты спас мою душу от нижнего ада от ада который находится внизу или там от преисподней которые которые внизу приятнее все-таки ходить сверху чем-то внизу оказаться да вот то есть если мы попытались бы сейчас заново весь этот текст просмотреть и носить на это так много времени на есть вот он начинается отсюда ну в общем у меня пока что нету возможности ничего особенного сказать кроме того что последние четыре строчки они здесь не на месте возможно что они на начальном каком-то сборнике были вариантом да то есть вот у нас парамс и текст про про выздоровление но также можно было начать из-за того чтобы начать с того что я грузных а они 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 это могло оставаться шамры не шамранов шейки хасид они все это все это могло осталось какой-то момент он мог сказать не знаю где это как-то он достаточно для меня цельный вести текст начиная от 1 и до 13 ну может быть где-то можно было взять и сказать что они на него напали а потом вернуться к хорошему и сказать например здесь до н к моха например разделить вот таким образом я думаю что может быть для вас немножко сложно смотреть на иврит но когда-нибудь а может делать с этим самым с русским языком чтобы вам показать иначе говорят первые строчки от первого до седьмого вот они да они такого значит вот вступление да преклони господи ухо твое услышь меня и обеденный нищ с этого начинаются многие песни приклад не ухо услышь меня до сохрани душу мои я благо ковею спаси вот итак мы будем идти до до 7 до 7 вот он 7 день скорби мои взываю к тебе потому что ты услышишь меня да значит дальше вот посмотрите ведь есть нет нет между другими как ты господь не дел как твои и мы когда читали это обратили внимание что здесь в общем то не описаны дела и мы переходим почему-то посередине текста переходим к воспеванию бога ровно в этом месте перед 8 стихом могла быть какая дырочка до в которую можно вставить вот этот текст с 14 я сейчас импровизирую вот он 14 боже гордые восстали на меня из копища метельников ищет души мои не представляют они тебя перед собой но ты божий щедрый и благосердный и долгитерпеливый многомилости в истинной призри меня и помилуй меня горой крепость работаем и спаси сына раба твоей и покажи на мне знамение во благо да видит ненавидящие меня читай тебя да и устыдятся потому что ты господи помог мне и утешил видишь здесь принципе нет совершен но после этого мы можем спокойненько вернуться обратно к сделали к восьмому и прочесть 8 до до 13 8 до 13 это будет выглядеть так после того что мы все это уже прочли нет меж богами как ты господи нет дел как твои все народы тобой сотворенные придут и поклониться перед тобой господи и прославит имя твое ибо ты велик и творишь чудеса ты божий един наставь меня на путь твой буду ходить в истине твой и сердце мое страхи перед тобой буду восхвалять тебя господи боже мой всем сердцем своим и слави тебя вечный бог века милость твоя ко мне ты избавил душу и это конец да то есть принципе возможно что это был такой гладкая комбинация псалмов как бы ты мог использовать в такой форме и или ты мог использовать в форме где вот эта середина этого часть она могла находиться после 7 и на 8 с моей точки зрения это было бы гораздо логично возможно его разделили для того чтобы было вот была возможность прочесть его против врагов а была возможность прочесть его как бы за благодарность за избавление за за выздоровление ну это разумеется не то ни другое не доказуемо но по крайней мере в моих глазах вот такого рода композиция кажется гораздо более логичный чем там который салон ко мне пришел понятно да идея вот я просто я призываю вас случае ну бы свидетелями того факта что мы имеем дело с текстом который многократно переписывался от руки переходил от одного из одного сборника в другой и в процессе могло много чего с ним происходить он мог быть использовался там лично какими-то его перед хранителями передатчиками разным образом и он мог например взять и вставить какой-то кусочек другой потому что ему так больше нравилось молиться и не знаю как бы то ни было в этой композиции он немножечко более логично выглядит да ты здесь есть возможность прочесть без этой середины а есть возможность прочесть это с ней допустим если мы сейчас захотели бы это дело вот тогда вот у нас тут есть возможно вероятно такая возможность добавить чего-то а мы а ведь вам лучше этого не добавлять если у нас есть злодеи сегодня если вы откроете самый сидур ты вы увидите рон такие же композиции современных молитвах например ты читаешь молитву там обеденную беркат amazon если ты читаешь в праздник ты вставляешь по поводу этого праздника если чай другой праздник читать по поводу вставляешь по поводу другого праздника и тогда ты сначили молитва она читается много рак многократно в разных вариантах и то же самое шмона того являешься гостем за столом или хозяином вот именно даже отношению это очень очень ее делает индивидуализирует ну да ты же не будешь сиренской всю весь год читать одну и ту же молитву какие-то вариации у нее возникают как хозяин ты читаешь одни строчки больше еще 90 процентов молитв сохраняется там добавляют зависимости от роли от времени так что вот мы сейчас вернули его возможному оригинальному в какую ты в какой-то из эпох его бытования форм все я с вами прощаюсь на этом и спасибо володя привет